привет это геймер добро пожаловать обратно на канал сегодня я рассматриваю риск второго дождя в стим это также есть на нинтендо playstation и xbox риск дождя 2 это эрголический шутер от третьего лица разработанный поупью games ты играешь за выжившего оказавшегося в чужом мире в игре ты проходишь различные уровни убиваешь монстров получаешь бонусы и сражаешься с крупными боссами в эту игру можно играть в одиночку или онлайн с участием до четырех игроков так на что же похожа эта игра ну с точки зрения контроля это удивительно плавное и плавное дело с различными доступными атаками и специальными приемами нет никакого учебника как такового так что тебя просто бросают в тупик и оставляют разбираться в этом самому на ранней стадии я бы сказал что это немного сбивает с толку относительно того что делает каждое усиление что делает каждый предмет коллекционирования и у вас нет времени по-настоящему посмотреть на это когда вас преследуют толпы врагов но к счастью в игре есть отличное меню которое вы можете просматривать в перерывах между запусками и в нем разбивается каждый предмет который вы собрали для чего он используется чтобы ты знал проводи свои исследования в перерывах между пробежками чтобы помочь себе общая игра идет примерно так ты знаешь что приземляешься на планету убиваешь врагов чтобы получить валюту используешь эту валюту чтобы разблокировать бонусы находишь устройство телепортации активируешь его остаешься в зоне чтобы довести его до ста процентов и победить босса который появился когда ты его активировал тогда ты можешь телепортироваться на следующий этап или остаться и потратить свои монеты потому что они не переносятся и это в значительной степени все довольно просто довольно однообразно но довольно весело когда у тебя все хорошо то есть есть множество персонажей которых ты можешь разблокировать при каждом запуске у каждого из них есть свой собственный уникальный набор движений сильные и слабые стороны и для каждого найдется кто-то игровые миры довольно большие и создают интересный фон для эпических сражений в частности с боссами и они продолжаются какое-то время и они действительно очень приятны чем дольше ты играешь в риск оффрейн тем сложнее становится что видно на слайдере сложности на хат значит ты всегда на чеку и если ты будешь ждать слишком долго то можешь столкнуться с врагами которым ты не готов но с другой стороны чем дольше ты тратишь уровень тем больше денег и добычи ты получишь так что это довольно интересный баланс еще одна вещь на которую нужно обратить внимание эта жизнь изгоя что означает что одна жизнь если вы умрете в конце игры этот персонаж потерян навсегда вместе с полученными вами бонусами ты не можешь сохранить игру на контрольной точке чтобы продолжить позже а прогоны могут длиться довольно долго так что это вероятно не игра для тех кто должен приходить и уходить но опять же игра на самом деле не вознаграждает тебя за потраченное время так как все теряется после твоей смерти да ты открываешь персонажей но ты знаешь что это может быть довольно неприятный опыт и он не для людей у которых в распоряжении ограниченное количество времени с точки зрения графики это красочный и яркий опыт с красиво созданными мирами классные персонажи будь то главный герой или разнообразные и интересные враги музыка и звуковые эффекты вы знаете что я бы сказал стандартная научно-фантастическая ярмарка но они вполне подходят для этого хорошо что хорошо а что плохо хорошие моменты графика и дизайн уровней сильны цикл затягивает прост и каждый раз когда вы играете он кажется свежим и когда вы находитесь в самом разгаре действительно хорошей игры это невероятно интересно плохие моменты игровой процесс похожий на роквеллика означает что вы потратите много мертвого времени в этой игре без реальной награды за ваши усилия уровни немного устают после того как ты прошел их несколько раз даже несмотря на то что предметы расположены случайным образом и я не могу сказать что разблокировка новых персонажей была адекватной наградой за так называемую прогрессию так каков же вердикт риск второго раунда это простой но веселый научно-фантастический шутер это серьезный вызов и когда все идет хорошо играть настоящее удовольствие но из-за отсутствия сохраненной прогрессии у игры действительно ограниченный срок годности это то сокрушительное чувство разочарования и бессмысленности которое охватывает тебя после очередного пробега когда ты ничего не получаешь за свое время если у тебя есть много времени чтобы тратить его впустую то это не будет большой проблемой но для занятых людей или геймеров у которых знаете ли есть дети или есть обязанности которым нужно как то знаете ли прогрессировать в течение своего времени я бы вероятно избегал этого но это все равно довольно интересно мне все равно понравилось хотя в нем есть некоторые проблемы но несмотря на полы да очень играбельно интересно и кажется свежим от одного забега к другому но в некотором отношении это пустая трата времени с точки зрения подсчета очков я бы рискнул дождем два я бы дал ему 7 баллов из 10 потому что это хорошо это лучшая рогаллическая игра в которую я играл наверное нет разве это хуже нет это это определенно интересно но знаешь ли ограничено в том что касается того что это сверстник я бы сказал что многие люди будут играть в это я просто думаю почему я только что потратил час играя в это зачем я потратил 5 часов потому что я на самом деле ничего не получил взамен так что знаешь имей это в виду когда будешь делать свой выбор при покупке хорошо это был обзор спасибо что посмотрел если тебе понравилось видео пожалуйста поставь лайк и подпишись это геймер подписывающий контракт спасибо тебе спасибо за субтитры сделал DimaTorzok